Здравствуйте, коллеги! Сегодня я хотел бы вам рассказать о периодах становления дистанционного обучения в нашем учебном заведении. Подошли как бы комплексно к этому вопросу. Первое, с чего мы начали, как коммуницировать правильно с учителями. Было много разных вариантов, либо это мессенджеры, как мы привыкли, либо это еще какие-то другие платформы, но мы определились сразу, что это будет все-таки корпоративная почта. Корпоративная почта удобна многим. Во-первых, там можно создать группы, то есть не нужно отсылать письмо, куча адресатов. Мы можем создать группы определенные, в которых поместить всех учителей, которые нас интересуют. Например, если это мы у крымско-катарского языка, или математики, или русского языка, мы объединяем их в одну группу, присваиваем ей адрес, например, МО. МАТ, да, это МО, естественно, математического цикла. Присываем этот, и когда мы отсылаем письмо, допустим, на один адрес, получают адресаты, которые находятся в этом списке. То есть таким образом можно очень сильно сократить работу. Не надо перебирать адреса и так далее, не надо запоминать их. Мы знаем все, кто забит в почты. Как только мы начинаем вводить, он сразу высвечивается, и мы можем отправить письмо. Это сильно облегчило работу, структурировало ее. Плюс можно настроить фильтры, от кого получать и в какую папку складывать. Это тоже очень сильно облегчает работу. Мы можем тогда сортировать письма, и они не одним скопом лежат, а лежат по папочкам. Очень удобно. Когда мы отправляем письмо, мы можем присвоить каждому учителю его индивидуальную подпись, где будет вся информация, кто он, что он, какая у него должность и какой номер телефона. В принципе, это тоже облегчает информацию и очень красиво смотрится, когда кто-то получает письмо такого коллеги, а он видит сразу все его регалии. Следующий этап был выбор, как нам раздавать все-таки домашние задания. Опять кто-то предлагал мессенджеры, кто-то предлагал еще какие-то варианты складывать на облако. Можно было все это пробовать, но мы пошли более сложным путем, который оказался в итоге более легким путем. Это был электронный журнал. Есть несколько видов, но мы остановились именно на Элжуре. Его большие плюсы в том, что он интенсивно понятный, лояльный, высококвалифицированная техническая поддержка, что очень радует всегда, когда звонишь. Во-первых, они всегда с толком подходят к делу и всегда объясняют, как и что. Огромный функционал даже в бесплатной версии. То есть есть у них и платный раздел, но в принципе, как правило, он нужен более заучим, то есть для мониторинга и для всего остального. Достаточно быстро работает и не требует больших ресурсов от компьютера. То есть есть платформа также для мобильных телефонов, есть электронный дневник, есть сервис планирования онлайн-уроков, расстановки оценок. То есть в принципе можем привязывать ссылки со сторонних ресурсов туда. Это очень удобно и облегчает работу как учителя, так и ученика. То есть дети, особенно начальной школы, они очень часто забывают записать домашнее задание, потом звонят друг другу, скажите, скиньте и так далее. Здесь мы всего этого избегаем, потому что все домашнее задание структурировано и видно у человека в дневнике. То есть к нему привязаны ссылочки в таком виде. То есть нажимая на эту ссылку, мы можем попасть сразу на платформу Я-класс, пройти там тест и потом результат этого теста обратно вернется в журнал и учитель уже выставляет оценку. Также можно привязать разные графические файлы, документы, презентации, все, что считает нужным учитель. Он туда прикладывает, ученик это видит, может скачать, может открыть, послушать, выполнить задание и вернуть обратно учителю. Еще один большой плюс планирования онлайн-уроков. Выглядит это следующим образом. Когда мы планируем онлайн-урок, например, для 9 класса алгебра 13.04, количество учеников, можем задать, кто это будут эти ученики. Будем записывать этот урок, не будем записывать. Сколько учеников, то есть какие-то ученики. Это выбирается из списка при планировании и нажимаем кнопочку опубликовать. Как только мы нажали кнопочку опубликовать, в дневнике у ученика сразу видно, что начался онлайн-урок. И он может на него перейти, нажав, просто кликнув на него. То есть ему даже не надо знать никакие ссылки, он просто на него переходит и все. Есть сервис сторонний, который можно привязать, он работает точно так же. Просто указываете другую ссылку, например, такого вида, и ученик все равно попадет на тот онлайн-урок, который запланировал конкретный учитель. Также после урока можно сохранить этот урок. Если мы нажали функцию записи, вот здесь она выбирается, в Элжуре видео она только доступна. Мы пробовали платформу Элжур видео, они нам ее подключили, мы ее тестировали. Она достаточно удобная, но сервера пока не справляются, поэтому мы пока пробуем сторонние сервисы. Они опенсорсные, то есть они не требуют никакой лицензии, они с открытым исходным кодом, можно его дорабатывать под себя. Это платформа MidgetC. Там даже не требуется регистрация. Мы на нее переходим, она выглядит следующим образом. Здесь вбиваем название комнаты, какой хотим, и попадаем в конференцию. В конференции может участвовать до более чем 75 учеников, то есть это более чем достаточно для образовательного процесса. Не требует никакой регистрации, абсолютно бесплатная. Есть минусы, почти у всех права одинаковые. Любой ученик может другого ученика, к сожалению, подогасить ему звук, сам включить микрофон и так далее. Но это дисциплинирует. То есть если учитель правильно подходит к задаче, он может дисциплинировать учеников, и ученики тогда ведут себя корректно. То есть первое время, конечно, мы с этим боролись, они общались между собой, включали микрофон и выключали. В итоге сейчас они уже привыкли, все микрофоны выключены при старте, и когда уйдет урок, в основном всегда тихо, если учитель сам не хочет, чтобы они говорили и отвечали. Там есть возможность поднять руку, ученик поднимает руку, рассказывает все и выключает обратно у себя звук. Учитель может индивидуально видеть каждого, если хочет, если не хочет, может сказать, чтобы они выключили камеры. То есть возможностей реально много, она постоянно пополняется, ее дописывают, и сервера пока справляются. Далее я хотела передать слово своей коллеге, она более подробно расскажет, как проходит урок. То есть 90% урока, на самом деле, у нас проходит как раз-таки в онлайн-обучении. И вся началка у нас ведет как раз живые уроки. И один из ярких примеров сейчас нам даже продемонстрируют на доске. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Меджитова Зарема-Сервировна. Мы представляем свой опыт в данном учебном заведении. Мы долго работали и пришли к тому, что на сегодняшний день для нас самая лучшая платформа, на которой можно провести онлайн-уроки с обратной связью, это GITC.me. И на сегодняшний день в нашей школе в основном все классы проводят эти уроки в этом формате. Да, было сложно, есть свои минусы, есть свои плюсы. Минусы, естественно, самые, скажем так, обычные для учителя. Мы не видим детей в классе, мы не можем пройти по рядам. Я как учитель начальной школы, для меня, конечно, очень важно пройти по рядам и проверить, насколько дети усвоили, насколько дети успевают, насколько у детей позволяют темп урока все записать. Но к этому тоже мы нашли решение этой проблеме. Мы коммуницируем с родителями, мы стараемся фотографировать, мы скидываем на электронную почту готовые классные работы, которые мы проводим в дистанционном обучении. Таким образом мы можем отмониторить, где мы можем, может, где-то спешим, где-то, может, даже медленны. Это является минусом. Большим плюсом является то, что мы работаем лицо в лицо. То есть я вижу своих учащихся, я могу объяснить им тему, я могу вызвать каждого из них, хотя бы большую часть класса и узнать, насколько дети меня услышали. Первое время было очень сложно, мы готовились долго к урокам, занимало колоссальное время у нас на это все. Итак, мы хотим вам продемонстрировать нашу платформу GCC.me. Как мы каждый день проводим уроки? Уроки у нас проходят по расписанию, и сегодня у нас урок крымско-татарского языка, и мы сейчас посмотрим наглядно, как это выглядит. Селяму алейкум, 3.а. Демек, біз bugün сізлернен фиил мевзусыны бақып чықачамыз. Кечкен дерз, біз не яптық? Кымын ақылында бар? Кечкен дерз, біз не япқан едіп? Аблемид. Біз тест яздық. Тест яздық, гузель. Насыл мевзусында тест олган еді бізде? Мелек. Гузель, фииль ақында. Фииль, бунасыл сіз чешетэ. Фильм, Селемест Аптиева. Рус-ча, на русском языке. Фииль. Какая часть речи? Глагол. Глагол. Насыл суалерге, фииль джеваббере. Рус-таленде, на русском языке. Джемеле, на русском языке. Фииль. Насыл суалерге, джеваббере. Штаденде, сұраденде, сабуде. Машала. Крым татартылінде. Фииль. Насыл ұч заманны алып бара? Крым татартылінде. Крым татартылінде. Мухаммад. Уч заман. Машала. Шымды кі заман. Насыл суалерге, джеваббере. Мелек мусладінова. Не япа. Не япа. Кечкен заман. Селеме. Не япті. Селеме. Не япті. Ве келеджек заман саніе. Келеджек заман. Не япа. Машала. Демек. Кым мага барфільны алып заман бойнджа айтып чихар. Один глагол возьмем и по временам изменим. Кто готов? Крым татартылінде. Например, глагол отура сидит. Кымазыр. Зі бі де. Не япа. Машала. Кім да азыр? Мелек мусладінова. Отура. Не япті. Турды. Ве келеджек заман? Отура джа. Гузель. Машала. Демек. Кім ның ақылында бар? Бугунки насыл мевзумыс оладжах? Кім хатрында тута? Насыл мевзумыс? Аблемід. Какая буде тема нашего урока? Крым татартылінде. Мил. Філ. Насыл бір заманна кечмедік бізда? Какое время мы еще не прошли? Крым татартылінде. Аблемід. Теленджек Заман Филеры. Машала. Демек, сэз шинды озының дефтерлерінізіні ачасыныз ве бугунки саныны язасыныз. Апрелнің 16-сы сыныф иші. Темыз язуф дақиқасы, минутка чистописане. Джі арифы балабан, джі арифы кечкене. Учынчы а. Қана башларынызны көтерініз маға бақыныз? Әпыңыз маға бақыңыз. Смотрите на мене. Сейчас я вам дам глагол. Вы с ним работаете. И в два часа мы выходим с вами на связь. Яғшыма башларыныз нен. Демек, и че джек филіна языңыз. И че джек. Машала, сағлых нен халыңыз, сағты кеде көршірмас. Вот в таком формате у нас проходят уроки. В этой системе мне очень нравится, что у нас есть еще демонстрация экрана. Я могу прекрасно показать им любой видеоролик из ютуба. Я могу показать им специально подготовленную презентацию. Бывают, именно вот третий класс привыкли работать по схемам. Я часто составляю схемы. И все это схематично я могу показать. И схематично также они запоминают и воспроизводят мне на следующий урок. Самая оптимальная система на сегодняшний день, на мой взгляд, это джид, мид, си. Мы работаем, мы чувствуем детей, рабочая программа выполняется. Желаю всем терпения и здоровья в нашем нелегком труде. И самое главное, мы даем детям знания, несмотря ни на какие обстоятельства. Спасибо за внимание. До свидания.